здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на канале железный замес нас ждет очень и очень интересный видосик и так устраивайтесь поудобнее начинаем сегодня под нашим прицелом канал andro news как ребята пытаются из ничего делать что-то и раздуть истерию вокруг ничего а почему ничего я вам сейчас легко все объясню и покажу а здравие дюб вы на канале andro news короче парни holding bbk походу нешуточно разошелся вот раньше себе могли такое позволить только сяоми недавно они нас удивили такими смартфонами как opo k5 и opo rino ace вот просто огонь аппарата если смотреть на бумагу сегодня еще больше удивил их суббренд real me показав свой флагман по не флагманской цене ребят я сейчас под небольшим впечатлением уверен что вы тоже будете в шоке и под этим чувством эйфории мы еще и разыграем тот самый смартфон ребята кто не знает что такое бибики я просто немножко готов объяснить вам кто помнит эру рассвета начала dvd плееров когда они стоили под 500 600 долларов когда они были уже более менее доступные и появились китайские dvd плеера бибики которые стали там 200 долларов 250 потом понизились на где-то 40 150 170 долларов 140 были очень неплохого качества надежные но самый большой минус у них был то что китайские плеера давали такую мыльную картинку я опробовал очень большое количество этих плееров у меня была такая возможность я благополучно как бы всем продал приду по своим знакомым потому что и люди искали просто недорогой плеер не было возможности как бы самые популярные были пионеры вот и не было у людей возможности покупать по 500 долларов дивиди плеера а 9 диски как бы уже были более менее доступны и вот и как бы я знаю что многие еще у некоторых знакомых эти 9 дплеера бибики работает до сих пор вот это такая небольшая предыстория чем они были плохи они давали мыльную картинку довольно таки не четкую я скажу в конце ролика сейчас давайте ка посмотрим что это за монстр такой название смартфона real me x2 pro и менюм неоднократно упоминали наших новостных выпусках но тогда мы еще не знали его стоимость и как бы оставалась интрига но сегодня занавес от ребята по стоимости мы вообще отдельно говорить это просто это что-то это что-то с чем-то крылся давайте-ка сначала посмотрим на его внешний вид внешне он сильно напоминает redmi note 8 ребята он не то что сильно напоминает он просто один в один копия просто взяли сперли и сделали почему это все зачем что-то придумать когда можно просто что-то спереть про если лицевая панель у современных смартфонов мало чем отличается есть вырез под фронталку или его нет то над тыльной стороной еще можно пофантазировать но это актуально только тогда когда есть чем фантазировать в другом случае можно скопировать дизайну конкурентов с одной небольшой правкой а именно вылепить огромный логотип бренда в самом непредсказуемом месте вы знаете такое чувство ребята вот я прошу вас я как бы такое сделаю небольшое отступление от нашей общей темы я вот прошу вот вот этот кусочек прослушайте внимательно я просто прокомментирую как будто дизайнер этой модели вот он перед тем как создавать вот этого творения он здорово набухался и совершенно хаотично выбирал место размещения логотипа его размер вот мы с парнями самого начала подумали что на изображениях в интернете это водяной знак но нет это реальность мне вся эта ситуация чем-то напомнила лого redmi на модели note 8 ребята внимательно слушайте что он сейчас скажет что кто-то обрадуется их здоровенному логотипу на заднике повторю ту же мысль который уже использовал в обзоре redmi note 8 вы что таким образом хотите клеймить покупателей напоминаем каждый день о том что у них нет бабок на флагман от а бренда еще раз давайте прослушаем внимательно кто не понял что он сказал им каждый день о том что у них нет бабок на флагман от а бренда короче вот это вот все ну то есть вы понимаете я вам скажу что вот 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 отношение людей вот этого канала вот этого андро ньюса к своим подписчикам вот это вот это яркий пример того как они относятся то есть они хотят сказать что те люди кто не может купить какой-то флагман за тысячу долларов это что люди кого-то второго сорта которые каждый об этом парятся и думают господи как же мне курить купить флагмана бренда господи как же как же жизни удалось как же вот скажите это вы считаете это нормальное вообще отношение это этих людей я считаю что это некрасиво вообще даже но не но я знаю как то унижает я хочу напомнить им что люди кто может купить себе спокойно флагмана бренда я кстати отношусь такой вот я отношусь такому допу например лагерю людей я могу помогу спокойно купить себя пойти флагмана бренда просто я не считаю нужным этого делать просто я у меня психология просто такая идеология что телефонов за 250 300 долларов огромное количество классных аппаратов и они не намного отличается от от флагманов мне просто не нужен этот флагман потому что извините меня покупать флагман по цене хорошего телевизора или хорошего холодильника но это вообще для меня это бред это просто растительство денег я слишком уважаю свой труд и мне деньги так легко достаются может быть как этому парню из канала андронюс этому ведущему это первое ребята второе понимаете этот канал подписчиками этого канала являются люди которые большая часть уверен процентов 95 даже те которые могут покупать себе недорогие смартфоны получается что вы получили популярность с подпиской таких людей а теперь что вы держите за людей второго сорта я не понимаю для чего вы это делаете вообще думаете о чем вы говорите скажу честно мне это например не эта фраза очень не понравилась не то что меня задело я просто просто как бы вообще морально и интеллектуально уровень этих людей находится на довольно таки низком уровне ну как бы разговор не об этом это просто небольшая часть которой мне задело а дальше слушаем дальше на мой взгляд выглядит как минимум странно в остальном же аппарат просто сказка супер амолед дисплей с частотой обновления я тут тормозну немножко что вы прочитали там кто-то кому кто плохо видит там вот тут амолед 90 герц дисплей ну такой неплохие показания 64 мегапиксельная камера то есть ничего такого то snapdragon 800 5 такой флагманский процессор нормальный вот комплектация 6812 это получается 4 соответственно 664 8 128 и 12 256 гигабайт nfc там быстрая зарядка ну короче все навороты 50 ватт быстрая короче все навороты dolby atmo стереодинамики ну такой навороченный телефон но не забывайте что это флагман бренда который появился у нас на рынке там три месяца назад понимаете готовы ли потратить свои деньги рискнуть своими деньгами покупая флагман бренда который появился три месяца назад я очень сомневаюсь что большое количество людей готовы пойти на эту авантюру слушаем это не самое главное слушаем дальше 90 герц чип памяти и фс-30 snapdragon 855 плюс nfc сканер отпечатков дисплея основная камера на 64 мегапикселя и все это за 300 ребята внимание самое главное обратите внимание на цены это цены для китая это для европы и у нас в украине я нахожусь в украине этот телефон и будет продаваться под по европейским ценам самая младшая модель будет продаваться пацанет 399 евро средняя модель 449 евро и перерасчете конечно и старшая модель 499 евро слушаем даже что он будет нам парить в базовой версии вообще понимаете что реально по сути выпустили версии вообще понимаете что реально по сути выпустили и все это за 370 долларов в базу ребята вы где-то видите сцену 370 долларов ее нету эта цена для базовой версии для китая для внутри китайского рынка у нас никогда телефоны для внутри китайского рынка по их не цена продается не будут то есть это если вы закажете там через алиэкспресс можете заказать этот смартфон у вас придет может быть купить по этой цене зачем ты вешаешь нам лапшу что эти цвет будет такая цена зачем ты это говорю зачем ну для чего ты это говоришь у нас цена будет я озвучиваю значит значит этой модели 64 гигабайта будет у нас стоит 11 тысяч 53 гривны 828 будет стоить у нас 12 тысяч четыреста 37 гривен а старшая модель у нас будет стоить 13 тысяч 673 гривны скажите вы согласны со мной что за это за эти деньги можно взять огромное количество огромный выбор классных смартфонов если вы не согласны ребята я вам просто покажу пожалуйста это те смартфоны китайские тоже кстати вот англасс англасс это тоже бибикей концерн вот можете взять седьмой это у вас это нормальный классный смартфон вот я характеристики а здесь при я не в я не буду подробно вам рассказывать но это реальные бренды которые мы уже доверяю и хуауэй и xiaomi и он пласт это бренды которые мы доверяем которые же утвердились на нашем рынке которые качественно идет хорошие аппараты нам предлагают поучаствовать в авантюре имени реалми понимаете моя реальность который так переводится слушаем дальше это еще не все базовой версии вообще понимаете что реалми по сути выпустили oneplus 7t за 370 долларов а 570 долларов но не будет у нас продаваться по такой зачем вы врете вот знаете знаете вот из пустого на пустом месте на пустом каком-то флагмане которому отроду три недели хотя сделать какой-то такой хайп и начать уже нагнетать ситуацию что вы уже уже думали надо покупать надо покупать надо 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 думать где взять вот вы сильно смотрели вот на телефон на обзоры телефонов viva которые появились вы помните ли телефон или нового найдите хоть один телефон смартфон продажи их нету так эти телефоны уйдут куда-то небытие это конечно утрирую но ситуация плюс минус такая это я вам еще не сказал о поддержке быстрой зарядки мощностью 50 ватт которая заряжает аккумулятор емкостью 4000 в телефоне это самое главное это быстрая зарядка это самое глаз это просто мега главное понимаете без этого этаж не телефон это фуфло чем миллиампер часов всего-навсего за 35 минут я не знаю насколько это законно но звучит точно незаконно не смартфоне за 370 долларов к слову есть еще и другие варианты включая топовые версии с 12 гигабайтами оперативной памяти и навороченными задними крышками мы это уже видели спасибо большое ну принципе ребята там дальше ничего не будет интересного в общем что я хочу сказать ребята слушайте внимательно что вам говорят читайте то что здесь пишется когда вам что-то хотят впарить какую-то вот какой-то реалми x2 про то пускай хоть x10 про этому тя этому этому бренду три месяца нашем рынке рисковать я лично скажу честно что ректор или фиксовать риск рисковать а отдав там почти 14000 гривен за какой-то новый какой-то бренд я не знаю много найдется там смелых людей я не из них числа что вам честно и как бы общение об этом как бы видоса о том что вот ребята кстати посмотрел уже этот видео 130 тысяч человек и кто-то решил буду брать я конечно искренне желаю чтобы на телефон сработал долго исправно долгие годы ну как бы я считаю что это хайп на пустом месте очередное разводилова очередное очередная передача магазин на диване на диванчик как я называю это вот просто весь эти будем прекращается такую конченую рекламную кампанию чего-либо за что за какие-либо деньги и это мне очень например не нравится я считаю что это вообще низко потому что принципе люди идут на youtube чтобы посмотреть что-то интересное чтобы научиться почему-то выпад почему какие-то новые знания они задают не для того чтобы им впаривали какое-то непонятное барахло это в принципе все же хотел ребята сказать вам спасибо за внимание всего доброго и до новых встреч